Пётр Кульпа, директор программы школы министров Киевской школы госуправления, бывший секретарь Польши в парламентской ассамблее НАТО и бывший член правительства Польши сейчас с нами на связи. Добрый день. Приветствую. Добрый день, слава Украине. Героям слава. Пётр, вот так, замминистра иностранных дел Польши, он заявил, что правительство ведёт сейчас неформальные переговоры с президентом Еврокомиссии относительно работы своего агрорынка и если удастся договориться о требованиях Польши в ЕС, то ситуацию удастся разрешить. О каких именно требованиях идёт речь, чего конкретно хочет Польша и, на ваш взгляд, как скоро удастся найти вот этот компромисс? Ну, вопрос в том, что здесь компромисс, отношение Польши-Украины к границе, это маленький фрагмент тех проблем, с которыми имеем дела. Протесты во всей Польши, в среду будет блокад больших городов, в Варшаве снова несколько тысяч штук техники и людей придут, будут блокировать. Такие протесты также в Германии, в других странах. И это связано прежде всего с сопротивлением так зваемому зеленому порядку, это предложениями Еврокомиссии, которые звучат более или менее так, что только те хозяйства, которые будут выполнять требования Еврокомиссии, короче, будут оставить часть земли необработанной и не будут применять химии, которая разрешена на территории Европейского Союза, они будут получать датации. Вот это один момент. Второй момент это не контролируемый приход сельскохозяйственных продуктов на рынок Европы и полно я очень низкий уровень цен. Цены в Европейском Союзе два раза ниже, чем были два года тому назад. Все это дело и продукцию нерентабильной, они превращаются в банкротах и просто это вызывает такую ситуацию. То, что они хотят, то, о чем говорил замминистра иностранных дел, это результат тех переговоров, которые пока прошли в присутствии премьер-министра Туска, четыре часа встреча с представителями протестирующих. Короче, они требуют отмена тех предложений, которые Еврокомиссия хочет. Дальше. Хотят, предлагают ввести ограничения на привоз сельскохозяйственных продуктов из вне Европейского Союза. По всей вероятности это будет, будут требовать запрета любого привоза и транзита русской сельскохозяйственной продукции через территорию Европейского Союза. Вот и может быть это будет предложение, чтобы Европейская комиссия создала программу, чтобы скопить то зерно, которое сегодня заполняет склады перед сезоном, и чтобы это зерно употребить как гуманитарную помощь просто вне Европейского Союза. Но там есть еще более мелкие вопросы, которые касаются условий продукции, но на самом деле это основа. А сколько времени понадобится, чтобы согласовать окончательный вариант разрешения этой ситуации? Может документ какой-то? Это вопрос в том, что здесь ни премьер-министр с производителями не в состоянии договориться. На самом деле даже если бы власти Польши и Украины пытались договориться, то, что это невозможно, потому что все решения ключевые это в Брусселе, потому что это столкновение двух систем, европейской и вне Европейской, в сельскохозяйственной продукции. И здесь надо учитывать огромнейшее давление со стороны России, которое дотациями и конверсии нефти и газа в сельскохозяйственные продукты давит рынки и вызывает социальные напряжения, потому что все это результат давления с осведомленной политикой Москвы, которая играет именно на поширение внутренних конфликтов в странах Европы и возбуждение ненависти к украинцам. Вот так это на сегодня выглядит. Думаю, что первый ход это эмбарго на привоз всего, что русское и транзит. Может быть то, что могло бы сразу поменять ситуацию, если бы на бирже в Лондоне запретили котировок русского верна, чтобы не было этого давления. Вот думаю, что если будут решения в Брусселе, я думаю, что это вопрос двух-трех недель, каким-то образом должно появиться решение. Ну вот вы вспомнили о возможном решении по поводу российского зерна. Почему польские фермеры не перекрывают границу с Беларусью? Вот журналисты «Украинской правды», это наше издание, они провели расследование и показали, как тысячи польских грузовиков с российской агропродукцией ездят через Беларусь в Польшу и обратно. И как известно, в сентябре прошлого года, после протеста фермеров Польша запретила ввоз рапсового шрота из Украины. Однако после этого объем продукции, который продолжал приезжать из Беларуси, он увеличивался. Вот вопрос, почему там нет фермеров польских? Просто граница с Беларусью блокировалась два года тому назад. И импорт товаров из России, Польша ограничила импорт из России в 12 раз. Короче, импорт всех товаров из Российской Федерации и Беларуси сегодня 12 раз меньше, чем было два года тому назад. Просто эти количества, которые проходят через Польшу, считаются незначительными. Но надо понимать, что Россия поставляет на рынки Европейского Союза свою продукцию другими каналами. Это во-первых. И надо понимать, что поскольку сельскохозяйственная продукция, особенно зерно, это товар, который можно определить по виду. Это получается, ну, оно как серебро или золото. Просто сложно отличить, чье зерно, когда сложить это в склад. Поэтому невероятно, что большие холдинги международные, просто которые занимаются арбитражем цен, они заинтересованы именно дешевым зерном и они поставляют русское зерно на рынки Европы. Польша, как страна, очень мало зерна. Так покупает, как и продает. Она, в принципе, самодостаточная и на рынке Европы. Поэтому в Польше то, что они видят, это зерно из Украины. Но первый шаг обязательно, это исключение русского зерна. Это то, что можно сделать. И это, кстати, смотрите, вы говорите про украинскую правду. Это 29-е вот это исследование появилось. А возьмите 20-е. Я давал интервью в Новое время, Радио Свобода, да? Где вот эта проблема была представлена и уже тогда были приняты решения, чтобы частью полской позиции по отношению к требованиям к Евросоюзу было запрет привоза любой сельскохозяйственной продукции из Европы и из России, потому что Россия рассматривает сельскохозяйственную продукцию как оружие, как нефть, как газ. Просто не имея возможности продать газа, например, они выращивают помидоры, которые попадают на столы европейцев и создают им прибыль. Вот это надо исключить. Смотрите, Петр, вы уже упоминали, да, здесь о руке Москвы. Так вот, замминистра экономики Украины Тарас Качко утверждает, что польские фермеры, большинство из них уже поняли, в принципе, все поняли, что их протесты используют радикальные политики, российские спецслужбы, которые, как вы сказали, пытаются создать впечатление межнациональной вражды между украинцами и поляками. Вот, как вы считаете, если сознательные фермеры, понимающие, что их используют, откажутся от протестов, как это повлияет на масштабы акций? Что от нее останется на самом деле? Смотрите, вопрос очень-очень сложный. Во-первых, нет сегодня вопроса транзита, потому что сегодня те каналы, которые идут через Румынию, через море, полностью хватают на то, чтобы Украина могла справиться с этим зерном. Короче, на самом деле это вопрос воли и вопрос того, чтобы не употреблять этого канала, который банкротит польских фермеров. Это один момент. Второй момент. У Украины есть очень сильные инструменты. Польша покупает у Украины сельскохозяйственной продукции на перевозе любой сельскохозяйственной продукции. Таким образом, он создает как будто разделение среди крестьян, тех, которые заинтересованы тем, чтобы их продукция экспортировалась в Украину. Вот. Процесс идёт от переговоров и на самом деле аргументов украинской стороны очень много и думаю, что этот вопрос будет решен. Трагедия протестировалась и заключается в том, что они не осознают другого, что если бы даже полностью заблакировать привоз зерна на территорию Польши или через Польшу, цены на зерно не вырастут, потому что идёт давление со стороны Российской Федерации. Цены в Лондоне просто на уровне два раза ниже чем два года тому назад. Вот и эта объективность, которая их давит, а не то зерно, которое попадает. В Польшу попадало зерна. В принципе, Европейский союз застанет за этим справиться. Но они не понимают самого главного, что причина не в том, что происходит на дорогах в Польшу. Они кусают не то, что является сутью этой проблемы. Вот Дональд Туск тоже недавно заявил, что власти Польши могут последовать примеру Латвии и запретить импорт всей сельскохозяйственной продукции из России. Насколько сложным может быть это решение? И когда его могут принять? Поддержат ли фермеры, которые блокируют границы? Смотрите. Что касается Польши, я в этом уверен на 100%. На 100% я уверен в том, что Польша принял такое решение. Но проблема в другом. Такое решение это недостаточно. Потому что Латвия приняла решение, а запрета импорта, но не запрещает транзита. Короче, та же продукция через Латвию попадает в Германию и обратно приедет на тот же рынок. Это не решение. Решение, суть его в другом. Проблема в чем? В том, что смотрите, в Украине четыре самых больших хозяйства это два миллиона гектаров земли. дальше. Фирмы, которые скупают в Украине зерно, они работают же в России. Понимаете? Это один организм. И они играют. Они просто конфликтуют в принципе, потому что они хотят зарабатывать. Это большие холдинги. У них потерь никаких нет. Единственные потери, которые на самом деле есть, это у мелких фермеров украинских, с которых скупили зерно по дешевке, и те, которые в Польше и в других странах банкроты, просто потому, что им не продать своего зерна. Давайте от вопросов аграрных перейдем к вопросам военным, политическим. Польша исключила отправку войск в Украину. Дескать, присутствие солдатов НАТО в Украине только ухудшит ситуацию. Об этом сказал спикер Сейма Польши. Ранее и президент Анджей Дуда и премьер Дональд Туз тоже высказывались против такой инициативы. Но все это идет после того, как подобное допустил президент Франции Мюнин Макрон о том, что войска НАТО, военнослужащие НАТО могут находиться или так скажем рассматривается возможность пребывания военнослужащих НАТО на территории Украины. На ваш взгляд, почему сейчас начались разговоры о подобных вариантах, подобной отправке вооруженных сил западных стран в Украину? Почему, если раньше все категорически отрицали подобные шаги, сейчас уже некоторые лидеры не так в этом вопросе категоричны? Во-первых, все хотят конца конфликта. Все понимают, что Путин понимает только силу, что граница, которая будет защищаться подписами, договоренностями, это будет граница войны, потому что никто не остановит расистство. Поэтому единственная гарантия это реальный солдат, европейский, американский, плечо в плечо с украинским солдатами и стоят на границе от Финландии, через баутийские страны, Польшу, Украину, это логично, это вопрос времени и другого выхода нет. То, что Макрон предлагает, это прекрасная вещь, потому что начал разговор. То, что говорят, что это невозможно, это всегда так было. Вспомните про танки, вспомните про Ф-16 и так далее. Это вопрос времени. Суть здесь другого. То, что Макрон поставил вопрос так, что если люди не хотите посылать своих солдатам, тогда давайте помогать Украине деньгами, вооружением, тем, что возможно, чтобы избежать. Потому что если не будем помогать, тогда результат будет такой, что придется вашим солдатам проливать кровь. Вот он, я думаю, что это положительный момент. Конечно, Франция не в состоянии быть гарантом безопасности. То, во что пытается играть Макрон. Создавать маленькую антанту, которая существовала до 1939 года. Я бы сказал, что пользы от этого действия как раз больше, чем потер, и это хороший момент, который заставляет всех реально подумать. Или придется вам самому воевать, или сегодня поддерживать Украину. И как сказал красиво министр иностранных дел Эстонии, он сказал, что украинцы не воюют за европейцев. Они воюют вместо европейцев. Вот такой мой комментарий. Еще одну цитату приведу. Европа не осознала всей серьезности войны в Украине. Она должна немедленно найти деньги на оружие для вооруженных сил Украины. Об этом заявил министр обороны Финляндии Антихяканен. Он подчеркнул о необходимости увеличить собственное производство вооружений в Евросоюзе. Вот как вы думаете, война в Украине и угрозы Трампа вывести Америку из состава НАТО? Послужит для стран Европы стимулом увеличить объемы и финансирование собственного производства оружия? Ну, я думаю, что это повестка позавчера, даже не вчера. Это обязанность помощи Украине, это обязанность нравится, не нравится. Просто политики повторяют то же самое. На самом деле действий мало. На сегодня вопрос снарядов. Снаряды есть. Вопрос, кто будет за них платить? Идут переговоры, а люди на фронте гибнут. Вот так это выглядит. И просто мне кажется, что очевидно есть понимание, есть начало понимания, пытаются находить ресурсы финансирования. Хочу напомнить, что уже деньги, которые заморожены, уже используются как ресурсы потенциального финансирования, так в Европе, как в Соединенных Штатах. То, о чем говорит Трамп, это как будто потрясло Европой, потому что под сомнение поставил статью пятую. Значит, новый подход, если не так, тогда каждый сам за себя. И это будет заставить, мне кажется, сплоченность и ответственность, потому что я считаю, что Соединенные Штаты не в состоянии провести такой политик, которую говорит Трамп, потому что сила Соединенных Штатов, сила доллара как минимум в половине держится на союзе и союзниках. И конечно есть подход, который говорит, что Соединенные Штаты заставлены присутствовать, гарантировать, быть, создавать зонд безопасности, включая ядерное оружие, чтобы не потерять лица и не потерять поддержку союзника. Потому что если потерять, союзники начнут договариваться с Китаем и начнут думать о том, как самостоятельно себе обеспечить безопасность, как приобрести ядерное оружие. Вот такой будет результат. С другой стороны, есть те, которые говорят так, что Соединенные Штаты, которые вышли бы из Европы, показали бы союзникам на Дальнем Востоке, что они на самом деле реально думают про концентрацию своих усилий на Дальнем Востоке. Короче, их доверие к ним еще более вырастет. На самом деле это единая система. То, что видим, это война, в которой Китай при помощи прокси России Северной Кореи, Ирана, террористов просто пытаются распылять присутствие Соединенных Штатов. И с моей точки зрения это выглядит так, что нам надо думать про трансатлантические отношения, про сплоченность одного, второго, ответственность, спокойствие и стойкость, потому что это война стойкости. Россия намного слабее, чем пытаются показать. Употребляют последние ресурсы из фонда благосостояния, вскоре начнут печатать деньги, начнется инфляция. Вот все моменты, которые привели Советский Союз к тому, что просто развалился экономически и политически то же самое произойдет здесь. Просто стойкость, еще раз стойкость. Вот интересно ваше мнение, Петр, по поводу российской агентуры в Европе. Wall Street Journal написал, что Путин воспользовался бегством россиян во время мобилизации в 22-м году, чтобы отправить своих шпионов в ЕС. И по словам издания, именно поэтому во время мобилизации Россия не закрывала границы, держала их открытыми. Как вы считаете, действительно ли за эти два года российская агентура в Европе значительно увеличилась? И как на это должны реагировать страны НАТО? Я думаю, что просто агентура российская в Европе была достаточно сильной. Просто то, что видим, что пишут про канцлера Шредера, как человека, который работал на русских. Если смотрим, например, что последних пяти канцлеров Австрии, четыре работали на Россию. Просто русские довольно хорошо себя там чувствуют и в принципе они играют на внутренний конфликт. Я думаю, что для них шанс это расшатывание системы и то, что видим в Германии, рост популярности альтернатив для европейских сил, которые будут ксенофобические, которые будут антиевропейские, которые будут ориентированы на собственный интерес и договор с Путином. Когда говорим про агентуру, это очень сложная, очень сложный вызов. Я хочу напомнить, что очень сложно оторваться в Европе от этого, этой связи, потому что на самом деле в Германии то, что наблюдали продолжение в Австрии, но с другой стороны посмотрите Украину. Не было никакой иллюстрации. Смотрите, СБУ, это дочка КГБ, а это дочка НКВД. Короче, это вся, вся эта линия идет. Не было никакого символического перелома. Очень многие люди просто работали, работают и собираются работать на врагах. Видим это во многих решениях, проявлениях. Просто с этим надо справиться, с этим надо работать и, конечно, тот момент, что несколько десятков тысяч молодых людей побежала, это, это, с одной стороны, очень сильно ослабляет Россию, с другой стороны, это, чтобы присмотреться, пока их внедрять в систему демократических стран. Вот, думаю, что электроника и очень многая технология, как будто будет работать на то, чтобы они составляли такой опасности, как это выглядит. Петр, спасибо вам большое за ваш ответ, за то, что вы нашли время присоединиться к нашему эфиру. Это был Петр Кульпа, директор программы Школы Министров Киевской Школы Госуправления, бывший секретарь Польши в парламентской ассамблее НАТО и бывший член правительства Польши. Спасибо вам большое. Дякую. Вся правда о войне России против Украины. Узнавайте оперативные новости первыми в телеграм-канале Freedom. Freedom. Только то, что действительно важно знать. Подписывайтесь. Ссылка в описании. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова